Всем привет! С вами Александр Тичкин, автор сайта multorocky.ru В этом уроке мы поговорим о том, как сгибаются пальцы у персонажа, как реализуется сгиб пальцев, смена кистей и как осуществляется реализация рта персонажа и выбор грустной любви, веселой улыбки. То есть я сразу скажу, что все это у меня рассказано было два года назад. Это пассивные либо активные экшены, поэтому в этом уроке я ни слова не скажу, как они пишутся. В подробных уроках, представленных в описании к данному уроку, это все рассказано. Сегодня я посвящу весь урок построенный концепту, то есть как это организовано, то есть как написать это одно дело, а как организовать это совсем другое дело. Ну что ж, давайте начнем с ртов. Итак, у нас есть кость, которая переключает рты. Вот рты переключаются. Как это устроено? Есть групповой слой, то есть в данном случае это слой переключателя. Вот у нас рты. Это слой переключателя, как вы видите по значку. В нем есть некие рты, которые переключаются. То есть я встаю на пустяной слой и, как видите, сейчас выберу инструмент. Как видите, они сейчас здесь будут загораться. То есть включаются разные слои. Просто мы переходили в нужный нам кадр. Например, вот сюда нажимали правой кнопкой мышки и выбирали нужный слой, писали экшен. Обо всем об этом подробно рассказано в уроках. Итак, хорошо. Рты мы выбрали, рты мы переключаем. Как же из этих ртов сделали грустный либо веселый? Например, у нас есть такой рот. И у нас есть контроллер. Давайте поближе подвинемся. Который теперь из этого рта делает грустный либо веселый. Не только из этого рта. Смотрите, я перевел все в веселые. Прогнал эту штуку. И смотрите, теперь он полностью веселый изначально. То есть рты-то одни и те же, а он уже веселый. За все это отвечает одна кость. А что это такое? Это опять экшен. Ничего удивительного здесь нет. Итак, давайте откроем панель экшенов, потому что сегодня как раз идет о ней разговор. Итак, первое, о чем мы говорили, это вот эта кость. Она переключала экшен. Вот если мы на нее нажмем и выберем этот экшен, он в списке всегда подсвечивается красным, и встанем на этот слой, то вот эти ключи на переключение, в которых мы запоминали. Мы просто делали так, переходили, а потом выбирали нужную фазу. Вот и все, появляется ключ, программа это запоминала. Хорошо, сейчас не будем ничего портить. Выйдем из экшена. Чтобы выйти из экшена, два раза на mainline нажимаем быстро. Итак, что касается той кости, все очень просто. Мы на нее нажимаем. Только надо сначала встать на кость. Нажимаем на нее, смотрим ее в списке. Это будет два экшена. Движение наверх, веселое движение вниз. Это грустные рты. Вот, например, веселые рты. Нажимаю сюда. И что мы видим? Ну, как всегда, движение на движение кости, это все же поворот. Но, вставая на любой слое, неважно на какой, на выбранный слой, который у нас сейчас, так нам подальше смешается. Итак, на выбранный слой, либо на любой другой, мы видим ключи. Вот эти ключи на движение точки вектора. То есть, вставая сюда, грубо говоря, мы писали вот такой вот экшен. То есть, переходили в этот кадр, когда кость уже повернулась, и просто брали, и как-то вот так вот искажали рот. Тем самым, на этот рот у нас было записано два экшена. Как вы знаете, чтобы написать второй экшен на ту же кость, в другое направление, нужно поставить пробел и написать цифру 2. И можно писать второй же экшен. Вот мы можем на него зайти и посмотреть, что это вот было. Вот это движение точек, которое здесь в ключи стоят, это движение точек, как видите, по названию ключей, вот здесь по значкам. Это были вот такие вот ключи, которые запоминались. Тем самым, это очень рациональное действие, потому что иногда мне приходилось создавать набор грустных ртов налево, набор грустных ртов направо. И то же самое, набор веселых ртов налево, набор веселых ртов направо. Это было все переключатели. Здесь же реализованы, возможно, даже рациональные. То есть есть один набор каких-то ртов, а потом есть всего лишь одна кость, на которой прописали движение каждых из ртов, которые здесь имеются. Это очень удобно. Я думаю, вы поняли структуру подробной уроки по написанию экшена в описании к ролику. Хорошо, с этим разобрались. Кисти рук. Это тоже довольно интересный момент. Что могут наши кисти рук? Выбираем слой. Кисть может инвертироваться. И обратите внимание, у нас сгибается каждый палец. То есть мы можем согнуть палец, большой палец сгибается сюда, и вот получается что-то в этом роде. Итак, как это реализовано? Ничего нового не скажу. Это экшен. Экшен на движении кости. Но давайте посмотрим на саму структуру, потому что ради нее сегодня построен этот урок. Итак, вот эта рука. Захожу сюда. Вот эта группа. Группа руки. Что такое... Откуда здесь вообще группа взялась? Вообще, почему персонаж выглядит такое? Ну, это просто его структура, потому что данная структура... Данную структуру можно реализовать только в том случае, когда персонаж построен данным образом. Когда у нас есть слой с рукой, он привязан к костям в теле персонажа, а внутри этого слоя есть некий переключатель. Что он делает? Он переключает, во-первых, с вот такой кисти на вот такую кисть. Давайте пальцы поднимем, чтобы видно было. Это вот так сделаем. Почти как факт показывает. Итак, двигаем вниз. Видите, здесь все сохраняется движение. Так вот, как вы видите, это переключение вот этих вот двух папок, так как это слой переключатель через правую кнопку мышки. И вот если мы на самом деле встанем на костяной слой, найдем эту кость. Вот она уже у нас нашлась, естественно, выбрана красным. И теперь мы встанем на данный групповой слой. Именно на данный групповой слой, видите, вот там пишется вот этот экшен, вот эта кость на переключение папок. Что в этих папках находится? Давайте отсюда выйдем. В папках более интересного. Давайте раскроем две эти папки. Эту панельку мы уберем сюда, чтобы не мешало. Давайте вот так сделаем. Вот, двигайся. Итак, что в этих папках? Как вы видите, в этих папках пальцы. Ну, как бы это ни звучало, но в этих папках пальцы. И они симметричные. То есть здесь, видите, все то же самое. Как получилось так написать экшен, что и там, и там он одинаковый? Все очень просто. Экшены можно копировать. То есть мы встали на палец. Давайте рассмотрим вариант одного пальца, вот этого. Раз уж на нем у нас все не сошлось. Итак, мы встали на этот палец. Точнее, даже не на палец. Нам нужна кость, которая за это отвечает. Мы встали на нее. Выбрали эту кость. Вот, экшен у нас подсветился. Зашли. Это ключи на поворот кости, как мы видим по значкам. Но мы встаем на палец, нужный нам. Так, где-то. Вот. Мы видим ключи, которые написаны на движении точек вектора. Все то же самое. Мы по ходу двигали точки вектора и анимировали палец. Ничего сверхъестественного тут нет. Потом, что мы сделали? Ну, мы не сразу скопировали, но давайте представим, что скопировали. Мы не можем два раза скопировать буфер обмена. Представьте, просто мы скопировали эти ключи. Но мы до этого не копировали. Мы должны сначала скопировать вот всю эту папку и перенести ее наверх, чтобы у нас были такие же симметричные пальцы. Допустим, мы это сделали. Потом мы написали экшен, скопировали экшен. Перешли на эту же кость. Когда у нас включился вот этот экшен, то есть, когда у нас было это включение, мы перешли на этот же слой и на него же, на движение этой же кости, она у нас уже заанимирована. То есть, когда мы заходим в экшен вот этой кости, видите, она же все равно двигается. Двигается, да. Но этот же слой у нас другой. Это чистый скопированный слой. Пока еще без ничего. Мы просто встаем на него. Но, видите, здесь ничего не видно, потому что я сейчас встаю на другом. Вот это в реале слой. Но на самом деле должно было быть вот так. Это чистый слой. Мы не устали. Встали первый кадр. Ctrl-V. Все. Мы вкопировали этот ключ. И экшен повторился на другой палец. Тем самым у нас есть симметричные пальцы. Мы себе минимум делаем проблем, потому что два раза написать экшен, движение туда и движение туда, это невозможно, как вы понимаете. А тут все очень удобно получилось. Вот такое переключение рук у нашего персонажа. Давайте еще раз посмотрим на то, как это реализовано. Вот реализовано. Это следующий образом. Это самый оптимальный вариант решения проблем с руками. Теперь важный момент. А стоит ли так делать? Вы в интернете сейчас, в Ютубе, можете встретить уйму роликов с очень, вам покажется, крутым риггингом, где двигает одной костью, двигается зрачок налево, двигает другой костью, двигается зрачок вниз. Тем самым, двигая двумя костями, мы можем двигать наискосок. Но, во-первых, я скажу, что это бред. То есть весь риггинг, который вы наблюдаете, это супер риггинг. Он имеет место быть, но его делают люди, которые не понимают, зачем они делают. А в чем дело? Дело в том, что персонаж ваш анимироваться не будет. Вот, если честно, этот персонаж анимироваться не будет. И если я запущу с ним анимацию, давайте я выйду из экшена. Так, два раза нажимаю на mainline, выйду из экшена. Обратите внимание, как он у меня дерганно идет. И это все из-за того, что персонаж перегружен. К сожалению, персонаж перегружается костями и экшенами. Поэтому все эти супер риггинги, вы в этих роках ни разу не увидите, что этот персонаж ходит. И он не ходит, он даже не двигается. Скорее всего, он даже тормозит. То есть, максимум, когда он двигается, это вот первый кадр. То есть, анимацию с ним сделать невозможно. Возникает вопрос, зачем делать такой риггинг, когда анимацию делать невозможно. Поэтому это просто обман. Не обращайте на это внимания. Во-первых, насчет двух костей. Когда у нас есть кости, которые двигают зрачок вниз, и когда есть налево кости, которые двигают, то следовательно движение двух костей нам даст движение зрачка на скосок. Но это предок. Это очень старый риггинг, когда еще не было... Ну, в общем, это очень старый риггинг. Ведь сложно довольно объяснить, в чем дело. Но дело в том, что это неправильно. То есть, так нам говорят разработчики программы Anime Studio Pro, но они на самом деле не очень понимают правильный риггинг, на мой взгляд. Правильный риггинг – это вот устройство этого персонажа. Как видите, у нас есть кости. Не обращайте внимания на эти две кости. Это я просто их и не убрал со сцены. Они здесь не влияют никак на зрачок, они для других целей, мы об этом и говорить не будем. Так вот, у нас есть одна кость, и мы за счет одной кости хотим наискосок. Видите, мы сдвинули куда угодно. У нас нет двух костей, где нужно одной подкорректировать движение, другой, а это две кости. Это два экшена, это нагрузка на программу. Поэтому все эти риггинги, они не актуальны. И если вы хотите правильно научиться создавать персонажей, то делайте согласно моим урокам. Там оптимальный риггинг с оптимальным весом персонажа. Поэтому если в данном случае вам нужно облегчить персонажа, когда это можно сделать? На кистях это не сделать. К сожалению, кисти делаются именно так. Это оптимальный вариант кистей. И он очень хороший. Сортами тоже. Это оптимальный вариант ртов. Но если вы хотите избежать экшена, можно заготовить и группы, где грустные налево, грустные направо, и также грустные, то есть веселые налево, веселые направо. И чисто переключать группы без экшена. То есть просто вот так вот нажимая и переключая. Переключая. Тогда вы чуть облегчите вес персонажа. Затем, чтобы не переключать вот так вот рты, как я сказал, и не делать вот такой экшен и не такой экшен, вы вот и создаете эти группы. То есть единственное, где можно было бы облегчить этого персонажа, чтобы он начал анимироваться, это убрать вот эти два экшена. И переключать это вручную. Я на самом деле не вижу ничего сложного. Выбрать папку, выбрать нужно фазу рта. Это не намного медленнее, чем вот так вот крутить. Да, это медленно, с одной стороны, может показаться, потому что нам нужно сделать веселый, либо грустный рот. Но мы уже изначально все сделаем, у нас все будет лежать по папкам. Мы просто выбираем через переключатель нужную папку, выбрали нужную папку, встали на нее. А эта папка тоже является переключателем. Мы там нажали правую кнопку мышки и выбрали нужную фазу рта. На самом деле я анимирую всех персонажей именно таким образом, без вот такого написания. Такое написание и переключение фаза ртов я делал только для урока, чтобы вы потренировались. И я об этом вам говорил в уроке. То есть комментировал этот момент, что так стоит делать, но только в крайних случаях. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы поняли основу данного риггинга, когда его нужно применять, сколько все это дело весит, и что не стоит обольщаться на суперкрасивые риггинги персонажей, которые вы можете встречать. Это все фейк. Фейк вдобавок еще неправильный, потому что сделан он действительно некорректно. Может по правилам, но это, знаете, как на JavaScript писать код без функций. То есть можно сотни одинаковых строчек написать, а можно написать одну функцию из двух строчек и ее все время повторять. Это совершенно разные вещи. А здесь они влияют как раз на вес персонажа и на скорость анимации в программе персонажей. Это очень важный момент. Этот персонаж, к сожалению, представлен только в таком варианте, он не двигается, он не анимируется. Подвинуть его и проанимировать на моем компьютере не предоставляется возможного. Возможно, нужен еще более лучший компьютер, но я таким не обладаю. У меня довольно нерядовой компьютер. Я думаю, что у вас, наверное, что-то в этом роде, поэтому если у кого-то помощнее компьютер, пожалуйста, делайте. Но в основном, я думаю, что у всех, наверное, что-то типа моего. Поэтому такой риггинг довольно опасный. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. Подробные уроки на тему пассивных и активных экшенов в описании к этому уроку. И до встречи в новых уроках. Пока.